МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алла Пугачёва впервые по-настоящему откровенно. Она признаётся, в её личной жизни происходят серьёзные перемены. Лучше Максима никого нет для меня. Примадонна сама рассказывает о переезде в замок к Максиму Галкину. У меня вот деревня Грязь, я в ней живу. И о том, как ей живётся в деревне Грязь. Слушайте, жила бы я там, где я плохо себя чувствовала. О чём вы говорите? Когда свадьба главной певицы страны и юмориста. У вас только одно на уме. Вот готовлюсь. Только в нашей программе интимные подробности от самой Аллы Пугачёвой. Вы что, в самом деле, бесстыдники? Алла Пугачёва на серебристом лимузине подъезжает к ресторану в центре Москвы. Да. А вместе с ней начинающий певец. Талант. Больше ничего. Я ничего не знаю. Вот талантливый. Видя такое внимание со стороны Примадонны к молодому артисту, её тут же спрашивают, неужели он займёт место Максима Галкина? Ну, он мне как внук уже по возрасту. Вы что, в самом деле? Бесстыдники. Ну, такой красивый молодой человек, согласитесь. Ну, отлично. Их вокруг меня много ходят. А Максим не будет вас ревновать? Что же, он сумасшедший, что ли? Максим Галкин подтверждает, он действительно не имеет ничего против нового увлечения Аллы Пугачёвой. Но не ревнуете, Максим, к вас? Нет, нет. Да и зачем юмористу ревновать, если Примадонна теперь живёт вместе с ним в замке в деревне грязь? Алла Пугачёва сама в этом признаётся. Если вы хотите грязь найти, то вы везде найдёте. Хотите, идите в грязь ложитесь. У меня вот деревня грязь, я в ней живу. Это же не значит, что она грязная. По словам Примадонны, загородная жизнь в замке Максима Галкина ей по душе. Там она полноправная хозяйка. Слушайте, жила бы я там, где я плохо себя чувствовала. О чём вы говорите? Серёжка там ещё ни разу не был. Вы его пригласите в гости? Чё вы там болтаться по замку-то? Просто так. Говорили, что Алла Пугачёва переехала к юмористу, чтобы освободить свой дом на Истрии для дочери Кристины Арбакайте. Гордитесь Кристиной. Ой, да. Ну она шикарная, да? Ну это лучшая моя песня, конечно. Чё там говорится? Примадонна подчёркивает, её дочь всего добилась сама. Она с детства танцует, поёт, снимается в фильмах и участвует в показах, как профессиональная модель. Знаменитая мама не успевает уследить за всеми достижениями дочки. Мне так стыдно, потому что я не знал, что у неё там сейчас тур и фильм какой-то новый, не знаю. Она, видите, настолько уже взрослая и самостоятельная. У неё абсолютно своя жизнь, в которую я не лезу, я могу только получать результат. Она мне как подарок это преподносит. Кристину Арбакайте называют принцессой российской эстрады. Пугачёва этот титул одобряет. Она по возрасту на королеву, может, и не тянет, а я бы хотела быть принцессой, как она. А Кристина настолько прекрасная молода, что она вполне вот ещё может побыть принцессой. Это врождённый аристократизм, культура, интеллигентность и воспитание. А вот своё народное звание королевы Алла Пугачёва не любит. Говорит, она её старит. Ну уж, как сказали королевы. Это чисто возрастной, понимаете, королевы. Молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас почёт. Примадонна признаётся, именно с Максимом Галкиным, который младше на 28 лет, она чувствует себя гораздо моложе. Что у меня в душе? Шестатую это ужасно. Нет, ну что ж я такая, хе-хе. Нет, трясоси. Прошло уже два часа, как Алла Пугачёва приехала в ресторан. И, наконец-то, подъезжает её любимый мужчина. А почему вы приехали не вместе? Потому что у меня сегодня был концерт в городе Обнинск. Галкин в побыхах отвечает на вопросы журналистов. Куда на Новый год, подумали? Нет, ну как... Нет, не подумай. И нервничает, потому что никак не может дождаться лифта, который увезёт его к любимой женщине. Что же это, царь, я не ездил? А я понял, потому что ваш микрофон тут торчит. Ребята, дайте попраздновать. А ведь Алла Пугачёва обижена на Масяньку. Так она ласково называет Галкина. Всё потому, что он не пригласил её на свой концерт. Он меня не пускает. Он говорит, что он будет очень волноваться. Я буду за кулисами. Я всегда волнуюсь очень. Зато Примадонна – самое почётное гостье на дне рождения знаменитого московского продюсера Армана Давлетьярова. Его поздравляет весь российский шоу-бизнес вместе с лучшим светским репортером страны Леонидом Закашанским. С праздником дома. В ресторане десятки звёзд. А Максим Галкин ни на шаг не отходит от своей Аллы. Он то и дело что-то шепчет ей на ухо и бережно обнимает. Говорят, что недавно самая знаменитая пара страны отметила юбилей. Максим, а говорят, что вы недавно отметили 10 лет? Нет, ещё нет, ещё не было. Почему дружба, любви? Вот готовлюсь. Обычно на вечеринках Алла Пугачёва ничего не ест и пьёт воду. Но в этот раз, пока юморист наслаждается десертом, певица позволяет себе алкогольный коктейль и много курит. А ведь ей нельзя. После операции на сердце. Как вы себя чувствуете? Я отличная. Не дождётесь. Кроме Галкина, вместе с Пугачёвой за столом её бывший муж Филипп Киркоров и друг семьи Николай Басков. Кстати, недавно «Золотой голос России» заявил, что на месте юмориста должен быть он, потому что влюбился в Примадонну раньше Галкина. Певец не теряет надежды стать хотя бы домашним любимцем Примадонны. Ну что, меня зовут Примадонна, а я как это. Человек собаки друг, и человек собаки друг, я это знаю все вокруг. Но у Баскова нет шансов. Алла Пугачёва только в нашей программе открыто признаётся в своих чувствах к Максиму Галкину. Лучше Максима никого нет для меня. Мне круто повезло. Ну, правильно, что я спорить не буду. Среди кого уточнила? Среди всех. Вся страна гадает, когда же две звезды поженятся. Такой оригинальный вопрос. У вас только одно на уме. В случае свадьбы Максим Галкин станет самым молодым дедом страны. Ведь у Аллы Пугачёвой уже есть два внука, а недавно она в третий раз стала бабушкой. У её племянника родился сын. Недавно родился, внучатый племянник. Да. Вы видели его? Конечно. Как вам малыш? Очень хороший малыш. Что пожелаете ему в жизни? А, чтобы он был здоров. И всё, больше ничего не надо. В шоу-бизнесе всё ещё не теряют надежды, что Примадонне скоро нас учит спокойная семейная жизнь в замке Галкина. И она снова выйдет на сцену. За что у меня так? За что? Дайте отдохнуть. Ну, дедочка, ну у вас свои кумиры, вот... Мои подождите. А мои подождите. А вы давайте ищите, вот новых делайте. Внимание своё вот сюда, пожалуйста, и сюда. Я уже... Мне поменьше бы этого внимания. Но вы же знаете, что вас никто не заменит. А не надо заменять. Надо занимать своё место. Алла Пугачёва признаётся. Ей хорошо и спокойно с Максимом Галкиным в его замке. И она чувствует себя счастливой женщиной. С вечеринки влюблённые уезжают вместе. Алла Пугачёва, в каком настроении вы покидаете речи? Замечательно.